Сегодня на ассессии Народного хурала был рассмотрен целый блок социально значимых вопросов, в их числе законопроект, инициированный главой Калмыкии Батухасиковым, прокурором и региональным правительством. Речь идет о создании Института общественных воспитателей несовершеннолетних, цель содействия осуществлению эффективной социальной политики в области предупреждения безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Главной темой обсуждения стал вопрос готовности учебных заведений к новому учебному году. Как пояснил профильный министр Николай Монсаев, с 1 августа начнется приемка образовательных учреждений республики. В каком формате начнется новый учебный год, пока неизвестно. Если обучение будет в обычном формате, то с соблюдением всех мер профилактики. Согласно требованиям, это измерение температуры, масочный режим, обработка помещений. Тогда школы перейдут на шестидневное обучение в две смены, но требуется дополнительное финансирование. За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. Занятия должны проводиться по специально разработанному и согласованному с Роспотребнадзором Республики Калмыгия расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. Исполнение этих требований предполагает использование двухсменной организации учебного процесса. Организация образовательного процесса в очном формате с соблюдением всех санитарно-экономических требований потребует выделения дополнительных финансовых средств. Также обсудили меры поддержки сельскохозяйственной отрасли. В текущем году сложились неблагоприятные погодные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур и пастбищной растительности. В связи с этим в семи районах Калмыкии объявлен режим ЧАЭС. Распоряжением главы Республики были созданы рабочие группы по обследованию сельскохозяйственных угодий. На площади более 3 миллионов гектаров составлены соответствующие акты. Региональное правительство обратилось в федеральное ведомство оказать поддержку калмыцким аграриям. Просим в письме предоставить Республике Калмыкия 1 миллиард 37 миллионов рублей на транспортировку и закупку наших групп и концентрированных кормов. В настоящий момент это письмо находится на рассмотрении. По итогам рассмотрения мы будем обязательно докладывать депутатскому корпусу по той работе, которую провели. Хочу еще заверить депутатам о том, что действительно, вот эта почвенная засуха, вы сами видите, что в течение 41 дня у нас очень серьезные стоят аномальные такие температуры. У нас, конечно, очень сильно посажали и сеяны, и такие традиционные, естественные кормовые угодья. Мы это все видим, наблюдаем. Сейчас у нас, значит, два вопроса перед нами остро стоят. Это, конечно, вопрос получения компенсационных выплат по засухе. И второй вопрос – это вопрос регионализации, который здесь отрагивают. Значит, по регионализации тоже хочу заверить всех, что мы работу сейчас проводим. Дело в том, что, конечно, необходимо наш регион адаптировать, потому что сейчас, к сожалению, это решение принято на уровне Российской Федерации, имеет форму императивную, поэтому, конечно, мы должны ее исполнять. Но, тем не менее, регион будет не вправе бороться и не вправе регион замалчить эту ситуацию. Поэтому у нас активная сейчас работа ведет с медсельхозом.